Масленица Масленица Пылезуха Плеже к мяне Хоть до духа А ты масленица Каталечка Чого ты сёлита Невялечка Як я у татки Забалела Забалела Штож я губаня Сгарела Як я у татки Залетавала Что ж я гудеться Забедавала Забедавала Запрогой я шарога собаку Де поеду Город по табаку Масленица Растянися до велика дня У-у-у-у-у-у-у Я думала Масленица А не одели, а масленица Один день Масленица Растянися до велика Добрый вечер! Мы работаем для вас. Мы доступны по телефонной связи, мы доступны в Вайбере. Наши координаты будут периодически появляться на ваших экранах. Так что присоединяйтесь к нашему разговору. Ну а этот добрый вечер открыл замечательный коллектив. Группа Банж Вирба, ваши аплодисменты. Дмитрий Гаврилин, Наталья Бондарева и Дмитрий Виноградов. Ваши аплодисменты. Прошу прощения, Наташенька Богданова, конечно. Конечно. Ребят, я не просто так пригласил вас открыть эту программу. Вчера мы всем бурно, шумно, весело отпраздновали Масленицу. Наташ, песня, которую вы открыли на шефир, тоже непосредственное отношение имеет к Масленице. Расскажи небольшую историю. О чем эта песня, в каких случаях, где, когда она исполнялась и сколько, если это не секрет, если есть такая информация, сколько и лет. Ну, эта песня, можно сказать, древняя. Не помню, с какой она везки. О чем эта песня? Масленичная неделя. Люди веселились, радовались. Да, преддверие весны. Идет пробуждение природы. Также человек просыпается от зимней спячки и... Приступает ко всем своим делам. И гороц впереди, и рассады, и посадки. Ну, и вообще скоро весну встречать, и нужно к ней очень сильно подготовиться. Ребят, мы сегодня еще услышим неоднократно песни в исполнении вашего замечательного коллектива. Ну, а кроме этого, сегодня мы узнаем немножко больше о таких праздниках, как и Масленица, и Прощенное Воскресенье. Узнаем, кто же у кого, зачем просил прощения в эти морозные дни. Ну, и, конечно же, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Пишите, звоните. Мы начинаем. Добрый вечер, Гомель. Несколько свершилось и Масленица, и Прощенное Воскресенье. Немножко поговорим сегодня и об истории этих праздников. Ну, и, конечно же, узнаем некоторые тонкости Великого Поста, так как с сегодняшнего дня он начинается. Ну, а пока что, ребята, у меня несколько вопросов к вам. Если не ошибаюсь, в группе Банж Вирба ни много ни мало поправьте мне. 15 или 16 лет? Намного больше уже. В следующем году мы будем праздновать уже 20 лет. Ух ты, как быстро летит время. Все время этот коллектив существовал, с 99-го года, и за это время очень много чего произошло. Есть что вспомнить. За это время, если подвести небольшую творческую черту, это сколько клипов, гастрольных километров, дисков? Ну, как всегда, наверное, хотелось бы больше. Хотелось бы больше и гастрольных километров. Ну, это безусловно. Все, когда-нибудь исполнится. Главное, захотеть. Да. Ну, особо тут пересчитывать их не будем. Опять же, ни клипы нет. Есть, в принципе, вся информация сейчас в свободном доступе, в интернете. Любой желающий может Банж Вирбу задать, послушать, посмотреть. Достаточно много видеороликов и песни послушать. Главное, что они все под одной конвой, вот эти все 20 лет, они были все посвящены белорусской народной песне. Вот мы этим этно занимаемся, как бы это... И отличаетесь. Ну, я думаю, что да, уже узнаваем, и уже какая-то есть фишечка. Хорошо. Возвращаясь к недавнему празднику, отголоски еще и сегодня, масленицы где-то слышны для вас. Масленица это? Масленица. Масленица. Это веселье, это позитив, это хороший, добрый праздник, когда люди прощаются с зимой, насколько это возможно. Будет обновление, пробуждение. Наталья, давайте я вам немного помогу, чтобы вас хорошо было слышно не только в песнях, но и в разговоре. Держите, пожалуйста, микрофон. А мы тем временем послушаем. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, добрый вам вечер. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Анатольевна, я гамильчанка. Да, я слушаю. Слушаем вас, Наталья Анатольевна. Рады, что дозвонились к нам в эфир. В этом сезоне вы первая. Да, спасибо. Я вот узнала вопрос, что для вас махленица. Для меня махленица это приближение тепла, весны и как песня поет «Укрепитесь, люди, скоро лето». Так что я желаю всем гамильчанам, белорусам тепла в душе, тепла в доме и, конечно, богатства. Ведь блины это символ солнца и богатства. Спасибо вам огромное. Ну а как сами-то махленицу отпраздновали? Я, конечно, отпраздновала на махленице была, отгуляла. Мне понравилось. Отлично. Блины. Много блинов напекли? Я, конечно, всю неделю на блинах сидела, честно говоря. Ух ты. Ну и как результат? Ну, кажется, чувствую, что немножко поправилась. Отлично. Об этом, о гастрономических особенностях блинов, масленичных блинов мы поговорим немножко позже. Спасибо вам огромное за звонок. Я думаю, что остальные зрители к нам тоже присоединятся. Напомню, что мы вернулись в прямые эфиры. К общению готов, доступен наш вайбер. Ну и не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня мы говорим и о масленице, сегодня мы говорим и о прощенном воскресенье. Ну и о том, что же такое Великий пост и как правильно его соблюдать в этом вопросе тоже постараемся разобраться. Ну а в гостях у меня группа Бан Жвирба, которая сегодня открыла наш Добрый вечер. Ребят, у вас в репертуаре достаточно много белорусского фольклора. Вот кто занимается всем подбором репертуара? Как песни попадают к вам в группу? Где вы их находите? Все-таки белорусского фольклора очень много. Вы одни из немногих, кто его перерабатывает. У нас процесс очень простой. Мы предлагаем Наташе нашей замечательной что-нибудь спеть. Вот просто на репетиции спать что-нибудь. Подождите, что-нибудь или все-таки какую-то песню находите? Какая-то песня вас цепляет? Нет, безусловно. Для начала ее нужно услышать. Вот именно этот момент. Она поет что-нибудь из того, что мы еще не делали. А у нее багаж чрезвычайно велик. Поэтому мы можем выбирать бесконечно. И в итоге мы находим что-то, что нам кажется на данный момент наиболее соответствует вибрациям всех членов коллектива в конкретный вечер. И начинаем делать. Иногда мы немножко изменяем эти традиции. И появляются какие-то авторские песни. Но чаще это все-таки народные. Наверное, процентов на 90 всего репертуара. 95 это белорусские народные песни. Ну то есть мы каких-то придерживаемся, например, как это называется, обрядов. То есть каких-то конкретной тематики. Ну там, да, речь не... Конечно, мы концептуальных вещей пока не делали. Как там посвятить альбом целому одному обряду. Но в последнее время мы занимаемся, по крайней мере, нетривиальными песнями, которые неизвестны широкому кругу. Это, например, какие? Вот та песня, которая сегодня открыла наш эфир, Масленичная песня, насколько... Если честно, я услышал ее впервые. Я думаю, что очень многие тоже. Нас в последнее время интересует как бы вот именно фольклор нашего региона. То есть Гомельской области. Поэтому вот та программа последняя, которую мы сейчас играем, исполняем на концертах, она больше, значит, вот наши местные какие-то народные песни. Да, узкорегиональные. Ну это мы считаем, что это интересно. Это надо как-то донести, то есть показать, что это не просто какие-то, которые исполняются, и уже заезженные по радио, там, все их знают. А здесь намного глубже, намного интереснее. Вот. Так вот, теперь мой вопрос в следующем. Как песни попадают в ваш репертуар? Не просто же так вы где-то берете на полки, они же должны быть где-то вами услышанные, где-то вами, ну, подслушанные. Ну вот где Наташа их подслушивать? Наташа, раскрывай все тайны. Расскажи, откуда они у тебя уже там внутри? Ну я вообще занимаюсь фольклором, вот сейчас, может, меньше занимаюсь фольклором. Ну, когда-то ездила в экспедиции, слушала бабушек, аудиозаписи также, видеозаписи. С детьми занималась фольклором в 30-й школе. Вот. Ну, оттуда все началось. То есть и сейчас этот багаж очень даже хорошо вошел в концепцию группы «Банж Вирба». Да, именно так. Эти аплодисменты вам. Сегодня вы пришли не с пустыми руками, сегодня вы пришли с вашими дисками. Диск группы «Банж Вирба» называется «За бабоны». Кстати, расскажите немножко про этот диск. Скажем, для почитателей группы, те, кто знает ее уже давно, это будет не новинка. Скажем так, это тот диск, который когда-то записывался, издавался в Москве. Это, наверное, был и последний. Он один из первых и последних, которые мы издавали на дисках. То есть сейчас такая форма... Времена изменились, это уже не столь... Не актуально. То есть диски уже, по сути, мало кому интересны, и мы как бы... Диски как носители, но, например, как арт-объект и символ, например, какой-то эпохи... Это да. Это греет сердце. То есть есть что вспомнить, это красиво, это сделано. Но по факту, то есть мы, как коллектив, который на этом, к сожалению, денег не зарабатывал и не зарабатывает, вполне доступны для всех слушателей. Поэтому мы те песни, которые делаем, мы выкладываем в интернет, как большинство сейчас современников. Диск называется «Забабоны». Кстати, как можно перевести? Есть ли у группы Банжверба свой вариант? Как обозначить на русском языке название пластинки? В общем, когда это... Когда это название зарождалось, то мы закладывали в него смысл некоторых неверных представлений, которые мы должны были этим альбомом развеять. Вот как-то так. Я уж не знаю... Но чисто фонетически, я даже сейчас щегольну таким научным термином в плане внутренней формы, это весьма такое интересное слово, которое несет в себе много и другой информации. Итак, «Забабоны» — это... Предрассудки. Предрассудки, заблуждения, да. Какие-то вещи, которые, в общем, неверно укоренились в представлениях кого-то. Итак, друзья, у кого-то из вас есть все шансы получить этот диск от группы Банжверба сегодня в подарке. Надеюсь, автографы тоже на нем нужно будет оставить. Но нужно правильно ответить на вопрос. А вопрос у нас будет касательно названия самого музыкального коллектива. Откуда произошло название Банжверба? Поправьте меня, если я что-то озвучил. Пускай будет этот прекрасный вопрос. Итак, друзья, звоните к нам в студию, говорите свои версии. Банжверба, почему музыкальный коллектив называется именно так, ну и автор правильного ответа получит этот диск от группы Банжверба и от программы Добрый вечер, комбель. Сегодня в качестве подарка, ну и памяти об этом прекрасном вечере. Буквально через небольшую паузу мы встретимся снова в этой студии и продолжим наш Добрый вечер. Не переключайтесь. Итак, друзья, наш Добрый вечер на телеканале Беларусь 4 продолжается. Говорим мы сегодня о Масленице и не только народ Масленицы называют широкой, веселой, обжорной, разорительной госпожой Масленицы или барней Масленицей. Ну и в языке очень стойко закрепилось выражение не житие, а Масленица, что подразумевает сытую, веселую жизнь в эту неделю. Так вот, друзья, обо всех тонкостях и особенностях празднования Масленицы на Гомельщине в нашем регионе я приглашу рассказать мою гостью. Давайте встретим ее бурными аплодисментами. У нас в гостях Валентина Станиславовна Новак, фольклорист, доктор филологических наук, заведующая кафедрой белорусской культуры и фольклористики ГГУ имени Франциска Скарыны. Наверное, ничего не упустил. Здравствуйте. Валентина Станиславовна, так вот, все мы привыкли на Масленицу, вся Масленичная неделя каждый день расписан по каким-то своим законам. Масленица, что же такое? Ну, это старожитная славянская свята, якое, даречи, паходзець с язычницкой культуры. Треба сказать, што захаваласе и пасля прыняцца християнства. Правда, на сёння безумовно страчана уже сакральная основа. Гэта уже просто свята такое, як забава, веселося на першем местце. Але те ритуалы, які ранее здесь нялись, яны мели нам эти наблизить весну, повеличить ураджайнасть на палетках. А от гэтага залежала, напывно, вот такие ритуалы проводзели, як спальвання Масленицы, так, а потом попел гэты раскидывали на палях. Хачу сказать, што Масленица, гэта напывно... Так это ж какого размера должна быть сама Масленица, которую сжигали? Ну, гэта соломяная пудзела, якое символизовало все поля. А з гэтым, з паміранням зімы, да речі, тут ідея вельмі важная, цікавая, памірання зімы і у воскресіння вясны, то есть надыход вясны. У любым випадку Масленицу звязывалі з надыходам сонца. Так, гэта вельмі цікавая свята, у яким, да речі, знайшля для устравання три культы і даволі гармонічна. Тут і культ протко мы знаходзім, тут і культ природна-касмічны, і культ працягу жыцця з ідеї захавання ягод. Харашо, ну а адкуда Масленица берет сваю начало? Єслі в этнографії, фольклорістіки, какаіта інформація, сколька существують ўжо этот празнік? Ну, гэта вельмі старажытная свята з язычніцкой культуры. Я, наприклад, не сустракалася, ось так, па часі вызначыць калі. Гэта вельмі старажытная свята. Аб гэтым свядчаць многі ритуалы. Даречі, калі гаваріць пра складаємая масленицы, то на сённі гэта такія компаненты, як, наприклад, калутка. Вот ці чулі вы пра калутку. Даречі, гэта абрат вельмі цікавый. І мене падаєцца восьміновіто ў гэтай калутцы ў ажыцявленні гэтага абраду і праявляецца ідея працягу роду на зямлі. Данагіні жанатага хлопца прывязвалі абрубак палена і прымушалі яго цягнуць. Ушчувалі такім чынам, што ён не ажанівся своя часова. Даречі, меў месцца гэтай абрат і ў дачыненні да дзявчын. Дзявчаты таксама незамужнія вымушаны былі цягнуць калутку. Тоя ж самая, канешна. Вось такоя пакарання цягнуць калутку, а трэба было іще потым адкупіцца, кальні, наприклад, жанчыны маглі ісісті на гэту калутку, было вельмі цяжка тады цягнуць, трэба было адкупіцца. Алі вось гэтым і навіта абрат звязаны з ідея шлюбу. Завсюды павінін быць працяг роду. Вось о гэтым маслянічная калутка, яна просто яскравая ў дачыненні да ідея захавання жыцця на зямлі. Харашо, а вот лічна для вас масляніца эта? Ну, для мяне найбольж гэта такі вось напыўна маральна ітычны момант, звязаны напыўна сазвычаем прасіць прабачэння. Дарэч, я тулькі ўчора вернулась ад маці, якраз такі ў старынькай маці і папрасіла прабачэння, што немаю махчымасці так часта я наведваць. Але кагалі гаварыць пра іншэ ще звычэ, от мя прыгадалася толькі што, што на масляніцу аказываецца велічалі ше бабку павітуху. От молодые людзі маглі пасадзіць я на санкі і катаць павёзцы, дарэчу прагаліся самі ў санкі. А гэта таксама, якби звязана с культом працягу жыцця, бабка павітуха прымала новонароджаная дзіцця, яе ўшановалі такім чынам катанням на санках. Ну, а разування маладой, дарэч, гэта звычай зафіксаваны ось бе ў ёльскім районі, гэта цікавый звычай. То есть, гэта все традиции і с бревном, і с маладой, і с бабкой павітухой, гэта все то, што происходіла... Гэта таксама зафіксаваны. Я хачу сказаць, ў польскай традиции ёсь такая з'ява хадзіць с калоткай, толькі называецца інакш яна. А ў нас на Гоміршчыне вельма цікавый звычай хадзіць са ступай, цягаць ступу зафіксаваны ў Добрушскім районі. Калі таксама гэту ступу вымушаны былі цягаць або незамужнія дзявчына, або хлопіцца, кэй не ажанівся. І аны прэвязывалі гэту ступу да, броці ці, бралі якуйнібудь вяроку і ў прагаліся хто-небудь або дзяўчына незамужнія або хлопіць і цягнулі гэту ступу. То есть, а што ці людзі, каторые над ними проводзіли такі маніпуляція і хатіли доказаць или показаць? Ну, трэба своя часова жаніцца людзям працягваць рот, нараджаць дзяцей, таму што ну, без гэтага аніяк не захаваецца жыццю на зямлі. А дарэчы, я вас перабью, я забылась нагадаць, што вось ў гэтым разуванні маладой, гэтаж велічалі якраз такі тая пары маладыя, якія толькі што узялі шлюб, велічалі. От бачыцца, як цікава, якая маслініца, ў дачынені да ідеі захавання жыцця. Маслініца прямо не толька вкусны стол, но іще і шакарная затейніца. Ну, я думаю, што так. Дарэчы, калі про калутку гаваріцца, гэта ўже оригіональныя, лакальныя асаблівасті. Я сама была здівліна, што ў Чачырскім районі, напрыклад, гэты абробак палена не привязывалі да нагі, а вешалі так называймай. І выступаў просто ключ, яке вісіў навяруццы. І такім чынам так сама вось ўшчувалі тых, хто своё часова не ўзяў шлюб. Вот, знаєте, все это здорово і хорошо, і развлекательне, і поучительне моменты, і щедрый сол, без него на маслініцу нікуда. Но, возможно, є відповідь на вопрос, паччому іміна в такій далеко не тёплый період проходіли все вот эти вот праздніки? Ну, гэта ўсё ровна прачуванні вясны. А, па-мойму, я гэтага не сказала, але маслініца найперш маркеровала мяжу зімы і вясны. Па сутнасті, маслінічну абраднаць нельга лічыць зімовым святам, як і нельга лічыць а весновым. Гэта мінавіта, і аб гэтым гавораць усе да слідчыкі, гэта свята, якой адносіцца да абраду пераходнага періоду. На мяжы. Але гаспадар прачував, што хутка вясна і таму ўсі ритуалы, які ажыццаўляліся, яны ўсё ровна былі скерованы на урадлівась глебы. Па сутнасті, от мэта маслінічных абрадаў, гэта стымуляція урадлівасці, гэта атрымання добрага ураджаю. Аб гэтым былі думкі, клопаты людзей. І таму не выпадковавусь гэта саламяна пудзіла, яго разрывалі на часткі, калі не спальвалі ў нікатурых регіонах і раскидвалі гэту саламу па палях. А іншы раз спальвалі, але попіл ўсё ровна раскидвалі на палях для павышэня вось урадлівасці глебы, а значыцца для трымання будучым добрага ураджаю. От символ маслініц іта, безусловна, блин. Ну, блин. Іншыя дослідчыкі кажуть, што блин символ сонца. Вот я такою маслінічныя абраднасті вельмі многа пахавальных гульняў. А таму, нікаторые выказываюць думку, і гэта даволі такія класічныя дослідчыкі фалькларысты, што маслінічныя блин гэта атрыбутыка пахавальна-памінальныя абраднасті. Вось, прыгадаем, наприклад, Вітепшчыну, гарадуцкі район. Там дарячы нідзе, толькі ў гэтым районе на Вітепшчыне хавалі дзеда. Дзед гэта таксамы, якбы саламянае пудзіла, символ маслініцы зімы. Это тоже какой-то ритуал. Гдзе та сжигаюць чучела, гдзе та хаваюць дзеда. Ну, а там хаваюць дзеда. І дарячы гэта адзіны рігіон на Вітепшчыне. Вось, і таксама, там імітація і блины гэты іміли місцца. А блины тут ўжо безумовна, як атрыбут пахавальна-памінальныя абраднасті. Скажыця, а от рецептура блинов гомельщина іміць какую-та сваю ізюминку? Ну, пра гэта могуць сказаць этнографы, напэвна, лепш, чым я, таму што мы, якбы, не записываем гэта ізвєсткі, хаця напэвна, трэба фіксаваць, ну, я думаю, гэтым займаюць этнографы. Фолькларысты, найперш, фіксуюць звєсткі пра тое, бусь як справлялася гэта свята, ну, якімі песнями суправаджалася. І, даречше, параваражбу, а калі вы жадайте, привяду вельмі цікавы узор. А на маслініцу тож варажылі на блинах. Да ладно? Так, канешна. От Брагінщина, Брагінскі район, дзевчаты бралі блины, некім чынам пазначалі іх, і клалі на ганку, а на раніцу выходзіли і гляделі, ці на місцы іх блины. Даречше, аны вельмі сумавалі, калі хто не знаходзіў свайго блина. І это што значат? Ну, у нікатарых выпадках, ну, гэту залежнасць ад запису ў вёсках, калі, наприклад, блин заставаўся на місцы, то радаваліся. Значыць, дзяўчына ў гэтым годзе выйдзе замуж. Але ў нікатарых лакальных такіх традыцах було надварут, якбы. Ну, ёсць такіе записы, які супратлеглые, толькі што прыведзенаму. Значыць, дзяўчаты ўсё ровна звязывалі свайе надзеў з замужжам мінавіта і блин, ў дадзіным выпадку, як выдатныя атрыбут. І то ісць та, каторая не нахадзіла свай блин, это ў неё, значыць, ёё карма, это паляна на шею ілі привязаны к нагі. Я правильно понимаю? Ну, напыўно, што трэба будзі здзей сняць гэты извычай. Вот, вы знаете, наверно, необхадзіма напомніць о том, што мы работаем в прямом эфірі, наш номер телефона, а також наши контакты в Вайбере периодически паўляюцца на вашых экранах, паэтаму пішыць, как вы вчера отпраздновали масленицу, у всех ліпопрастили пращені, і если нет, то можете это сделать через прямой эфір программы Добрый вечер, Гомель. Ну, а також не забывайте о вопросе, который сегодня задаўет група Банжвирба, которая, кстати, сегодня у нас в гостях. Совсем скоро мы услышим песню в исполнении ребят. Ну, а сегодня у нас подарок от групы Банжвирба. Это вот этот замечательный компакт-диск. Ну, а вопрос Банжвирба. Это почему так называется коллектив? Звоните к нам в студию и рассказывайте свои ваши варианты ответа. Ребят, вопрос у меня к вам. Следующая песня, которую я хотел бы услышать от вас в нашем эфире, называется «Журавина». Если я ничего не путаю. Немного об этой песне, как она появилась в вашем коллективе и о чём она. Это одна из авторских песен. К сожалению, её автор сегодня здесь не присутствует, но он мысленно с нами. Это наш барабанщик Руслан Таргонский. по сути своей, это, конечно, стилизация, это ни в коем случае нельзя назвать ни фольклором, ни этно, но это некоторая такая зарисовка о несчастной любви. Давайте любая любовь, извините за тавтологию, она всё-таки должна быть счастливой, но всё-таки ваши аплодисменты и ваша песня. Спасибо. Спасибо. Журавина, журавина, ягода маленька, Ой, черные мои бровы, а лицо беленька. На болоте, на купене журавина спее, Один меня неверно любить, ды чатыры млее. Один любить, другий любить, третий обожае, По черзе домяне в гости кожный заезжае. Дорогие, дорогие возят подарунки, На любовь мою меняют ды на поцелунки. Журавина, журавина, ягода маленька, Ой, черные мои бровы, а лицо беленька. А кто меня неверно любить, только той немилый, Ты я мог признаться в этом, я не маю силы. Поможи мне, журавина, я тебе прошуся, Как я с ним была счастлива, у кого люблю я. Журавина, журавина, ягода маленька, Ой, черные мои бровы, а лицо беленька. Журавина, журавина, ягода червона, Не сорваться берегом и вашим отловом. Журавина, журавина, ягода маленька, Ой, черные мои бровы, а лицо беленька. Поможи мне, журавина, я тебе прошуся, Как я с ним была счастлива, у кого люблю я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это группа «Банжи Вирба». Спасибо, ребята. Оставайтесь в нашей студии. Ну, а наш эфир продолжается. И, вы знаете, закончилась масленичная неделя. Пора бы разгружать и желудки. Ну, а с этой недели начинается еще у нас и Великий пост. Так вот, обо всех особенностях Великого поста с гастрономической и с точки зрения диетологии узнаем тоже сегодня этим добрым вечером после небольшой рекламы. Оставайтесь на телеканале «Беларусь-4». Совсем скоро мы продолжим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы по-прежнему в прямом эфире. Это программа «Добрый вечер», Гомель, на телеканале «Беларусь-4». Говорим мы сегодня и о Масленице, и о Прощенном Воскресении, и о том, что начинается с сегодняшнего дня. Это Великий пост. Но хочу обратиться к вашим смс-посланиям. «Я на Масленице встретил девушку своей мечты. Правда, не познакомился Антон». Антон, ну что же вы так? Ну, вы знаете, хоть отмотай время обратно и повтори вот то, о чем вы пишете. Я вчера пока на столб залез, ноги отморозил немного, не долез. Эти аплодисменты вам, чтобы в следующий раз у вас все получилось. Итак, друзья, спешу вам напомнить, что по варианту ответов на вопросы от наших друзей, гостей от группы «Банж Вирба» приходят к нам в «Вайбер». Но будьте добры, пожалуйста, позвоните к нам в студию, потому что конкурс мы объявили телефонный. Вопрос на следующий. «Банж Вирба», почему так называется группа и что же это обозначает в белорусской мифологии? Вот я уже одну небольшую подсказочку вам и сделал. Поэтому звоните к нам в студию, присоединяйтесь к нашему разговору, будем рады вас слышать. Ребята, ну так как раз мы заговорили и о блинах, так вот есть ли у группы «Банж Вирба» какой-то свой фирменный рецепт масленичных блинов или в принципе блинов от группы «Банж Вирба»? Конечно, есть. Митя у нас главный повар. Да ладно? Да. Главное по блинам, по блинам. Значит, здесь все просто, здесь на самом деле все просто. Главное, перед тем как жарить блины, главное приобрести хорошее настроение. Лучше это где-то в компании друзей или в семье, а не на работе. Вот. Воодушевившись, нужно думать о том, какие они будут шикарные, то есть перед тем как жарить. Да, то есть все приготовительные моменты должны быть соблюдены, потому что они потом не поднимутся. Приготовительные моменты для того, чтобы поднялись, вот это что необходимо сделать? Это нужно включить хорошую музыку, желательно «Банж Вирбу», то есть тогда они будут более народные. это что нужно... В принципе, сами ингредиенты и сами... Хорошо, Митя, давай так, начнем с ингредиентов, а я попрошу наших режиссеров, нашего режиссера Юлю Хорошину по возможности это все проиллюстрировать. Значит, что главное в жарке блинов? Это сковорода. От группы «Банж Вирб». От группы «Банж Вирб». Это сковорода, открытый огонь. И газ. Ну, что-то или электрическая плита, или газ, потому что без этого блинов не получится. Вот. Потом, какая-никакая мука. То есть, ну... Только высший сорт. Какой сорт? А, ну, я не буду рекламы здесь это сделать. Нет, я имею ввиду там, высший первый. Высший... Ну, пшеничная, да. Лучше пшеничная, да. Лучше пшеничная, да. По совету бабушки, которая учила меня делать... Итак, мука у нас есть. О! Все. Мука у нас есть. Теперь туда рекомендуется добавлять какую-то жидкость. Жидкость, ну, лучше, конечно, это сыворотка, либо кефир. Что есть у нас в эфире? То есть, что-нибудь есть? Какая-нибудь картинка? Молоко, скорее всего, понадобится. Молоко, отлично. Если оно даже прокисло, это не страшно. Это пригодится. Это даже будет очень хорошо. Хорошо. Собственно, можно на этом и закончить. То есть, в принципе, уже блины уже кое-какие получатся. Но если туда добавить яйца... Ну, и, наверное, сахар еще понадобится. Сахар. Ну, соль обязательно, да. Соль и сахар. Сахар. Вот. О! У нас есть яйца, значит. Теперь блины у нас будут более желтые, значит, более пышные. Значит, опять же, по количеству составляющих. Здесь сложно говорить. Все зависит от аппетита и от количества, ну, точно. Маленькая изюминка должна быть в наших блинах. Изюминка. Что это? Сахар, а еще? Ну, это, получается, традиционные блины. А вот от группы Банжвирба, вот есть ли какая-то изюминка? Корица. Корица, точно, да. Забыл? Нас же просили об этом, да. В общем, ну, обязательно соду уксусом погасить. Ну, это в моем варианте, потому что так они будут не совсем те. Итак, друзья, ваши аплодисменты, вы узнали уникальный рецепт настоящих масляничных блинов от группы Банжвирба. Спасибо, да. Я вчера даже подбрасывала блин на сковородке, переворачивала его. У меня все получилось с первого раза. Давайте послушаем телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Давайте. Меня зовут Екатерина. Хотел начать первым. Меня зовут Саша. Екатерина, ну, с масленицей вас прошедшей и, ну, простите нас, пожалуйста. Спасибо вас тоже праздником. Бог простит. Как отметили масленицу? Хорошо, весело, с блинами. Итак, Екатерина, тут вот мы с группой Банжвирба задаем вопрос сегодняшнего вечера. Банжвирба. Вот название коллектива вот уже ребята 20 лет готовятся отмечать. Но Банжвирба это? Это сказочный персонаж, скрипач из сказки Владимира Короткевича. Он приносил счастье, радость и хорошее настроение всем окружающим людям. Но могу предположить, что название группы Банжвирба пошло именно от этого сказочного персонажа и своим творчеством группа приносит всем хорошее настроение и счастье и радость. Екатерина, спасибо вам за ваши ответы. Вот насколько он верный. Митя, Наташа, Дима. Исчерпывающий. Стопроцентное попадание. Ура. А следовательно, эти аплодисменты вам и диск от группы Банжвирба под названием Забабоны достается именно вам. Так что поздравляем вас. Оставьте редактору на телефоне Павлу Мехно ваши координаты. Ну и после эфира мы с вами свяжемся и расскажем, где и как вы заберете ваши призы. Еще раз эти аплодисменты вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, ну а наш эфир продолжается. Мы движемся дальше. Так вот о блинах и всяческих яствах, которыми богат масленичный стол. С сегодняшнего дня, как я уже неоднократно говорил, начинается Великий пост. Одно дело, что с традициями никто спорить не станет. Но есть еще и другая грань этого вопроса. И о ней мы поговорим с медицинской точки зрения. К нашему разговору я приглашаю моего следующего гостя, друга нашей программы, диетолога Максима Ковалева. Давайте поприветствуем его аплодисменты. Здравствуйте, Максим. И с праздниками вас. И, ну, простите нас, коли что не так. Ну, традиция есть традиция. Максим, такой гастрономический праздник с точки зрения диетологии насколько допустим? Целая масленичная неделя. И блины с различными начинками. Вот и от группы Банжвир бы еще узнали новый рецепт блинов с корицей. И тут так раз Великий пост. Ну, если рассматривать с точки зрения диетологии, то блины не являются самым полезным продуктом питания. Вот так вот сразу. Да, да. Но вред от блинов можно немножко минимизировать. Для этого, ну, вред от блинов заключается в том, что большинство ингредиентов, которые нам рассказал Митя, я хочу немножко допомнить его рецепт, то, что забыли, наверное, все-таки растительное масло включить, да, потому что блины обычно жарят на каком-то масле, да. Так все продукты, большинство продуктов, которые входят в состав блинов, являются рафинированными продуктами. То есть мука, она у нас рафинированная очисткой высшей очистки. Масло тоже рафинированное. Сахар рафинированный, который мы добавляли. Ну, яйца более-менее натуральные. Хорошо. И есть вот именно такую еду на протяжении целой недели. Как врачи это оценивают? Ну, мало кто ест, наверное, на протяжении недели. Обычно традиционно все-таки последний день воскресенья, масленичное воскресенье употребляют блины всю неделю. Редко кто кушает, поэтому и вред не такой большой от блинов, да. Вот. А для того, чтобы минимизировать все-таки как-то вред, да. То есть важно, с чем сочетаются блины. С чем они не сочетаются. То, что является. Потому что блины мы употребляем не сами по себе, а с чем-то, да. Потому что, ну, редко кто ест блины, нажарили там и покушали блины. Что-то берем или маслицы берем. Ну, естественно, безусловно. Хотя, вот, вы знаете, довелось мне слышать такую мысль, что сами по себе блины, вот если без всяких начинок, без различных каких-то добавочек, вот, о которых вот вы начали говорить, что сами по себе блины, они в принципе и низкокалорийные. Они низкокалорийные. Они низкокалорийные. У них калорийность не выше, чем у других любых продуктов, хлебобулочных изделий, печенья того же самого. То есть у них калорийность не превышает, бывает даже ниже. Можно приготовить низкокалорийные блины, которые в три раза калорийность будет ниже, чем обычные хлебобулочные изделия. Это действительно так. Перейдем все-таки к начинкам. К начинкам. С чем хорошо сочетаются блины и с чем не очень хорошо. Плохой сочетаемость блинов это с мясом и рыбой. Традиционные наши классические блины, они плохо сочетаются с мясом и рыбом прежде всего. Хорошими начинками... Но это же ведь вкусно. Очень вкусно, да. Хорошей начинкой являются любые кисломолочные продукты. Это сметана, творожок, это брынза, ну, рассольные какие-то сыры тоже это самое, кефирчик тот же самый, сметана хорошо сочетается с блинами. Также с блинами очень хорошо сочетается различная зелень и овощи. То есть старинное белорусское блюдо мочанка? Да. Диетологами напрочь отметает? Приветствуется, да. Приветствуется? С блинами замечательно, как раз таки замечательно. Но там же ведь тоже есть мясо, если я ничего не путаю. Мочанка с салом. А сало это уже совершенно другая история? Сало это уже совершенно другая история, да. Кроме того, очень хорошо с блинами сочетаются еще и ферментированные квашеные продукты. Это капуста квашеная, это могут быть огурцы бочковые или помидоры бочковые. Это могут быть, ну, какая-то брусника тоже квашеная, там, или клюква квашеная. Хорошей начинкой для блинов являются ягоды очень хорошие. Это либо кислые ягоды, либо сладко-кислые, либо сладкие ягоды. Тоже хорошо сочетаются с блинами, замечательно. Ну, вы знаете, я даже прям растерялся. Как же теперь относиться к блинам и к различным начинкам? Хорошо. Икра. Ну, вот блины с икрой, ну, что может быть верхом различных наслаждений? И царь на блинном столе – это все-таки блины с икрой. Блины с икрой. Икра – очень полезный продукт, потому что там содержатся витамины группы А, группы Е и группы Д. Вот. Кроме того, содержится йод, кальций, ну, и цинк немножко содержится, цинк. Икры много не едят обычно. Ну, две-три ложки, блин, икры. В таких нормах икра и вес полезный, да. Мне понравилось, что вы все-таки тоже меряете икру ложками. Ложками, да, ложками. Хорошо. С блинами, в принципе, разобрались, что такое хорошо и что такое плохо в блинной истории. Теперь уже понятно. Но с сегодняшнего дня начинается Великий пост. Валентина Станиславовна, Великий пост, он откуда берет свое начало и что собой символизирует? Ну, это не выпадково. Возь Великий пост перед Великаднем, а Масленица святкуется за 7 днен перед 7-дневым перед Великодным Великим постом. И тому, вось той опошний день, якраз и патрабаваў вось гэтага звычаю просить прабачэння. Но я меркую, что просили прабачэння тому, что падыходзели до гэтага Великаго посту, а лепш сказать, павінны были падыходзели з чистыми думками, з чистым сырцем, з любовью у сырцы до ближніх и до інших людзей. Людзі павінны были прабачэць грахі, прабачэць крыуды. Тому не выпадковывусь масленичны опошний дзень, і он называець, якбы, масленица прабачальнае, даравальнае. Даравальнае неделя. Да, і мы сустракаем іще правільна неделя і развітальнае неделя. Вось шаму развітальнае неделя, тут можна, якбы, сказаць, тому, што... Помніць, я гаваріла культ прадкаў важны у масленичны абраднасті? Меркавалі людзі, што ся рот жывых людзей абавязкова ўдзельнічуеці наші духі прадкаў, памерлая наші, іны святкуюць так сама масленицу. І таму, вось, гэта неделя развітальнае, гэта развітання з духамі прадкаў, з аднаго боку, а з другого боку, якбы, просьба, каб яны з таго свету, з інша свету, дапамагалі людзям ў гэтым свеццам. То есть, в любом-то случі, гэта просьба а помаща? Просьба абдапамузе, безумовна. Ну, а калі, вось, гаваріць, што адкуль жа гэта, звычай прабачэння, тут, напэвна, толькі адна нейкая версія, але я не ведаю, наколькі ана верагоднае. Мяркуецца, што егіпецкі манахі, калісті, разыходячыся па пустыні, меркавалі, што ўжо не сустрэнуцца, не ўбачуцца адзін с адным, і прасіли за нанесіныя імі крыўды прабачэння. І вось, мяркуецца, што адсюлі пайшоўось гэты звычай і захаваўся, і захаваўся да нашага часу, якбы. Ну, але мне падаецца, што прасіць прабачэння, гэта вельмі высокі, светлый, такі моральна ітычны прынцып, які нікому не перашкодзіць вэтым жыцць. А о том, што прасіць пращэння, абэтым явлэне, мы пагарім німножка поззі, а пакашто я бы хацыл ещё разабрацца с велікім постом, который с сегодняшнего дня начинается, с точки зрения врачебной. Столько много еды было до этого, і здесь раз желудку сказали «всё, хорош». Що говорят врачи про Великий пост? Давайте немножко скажем пару слов про традиции Великого поста. Откуда оно пошло? Первое упоминание о Великому, ну даже не Великому посте, на тот момент это относится ко II веку. И тогда перед Пасхой, вот как раз таки перед Великого днём, постовали 40 часов только буквально, но люди воздерживались полностью от пищи. То есть все эти 40 часов вообще никакой пищи не употребляли. А сорокодневный, то есть более-менее привычный этот пост наш, появился уже в V веке нашей эры. И с тех пор он сохранился только в православной традиции, то есть в различных традициях христианских она поменялась. А сейчас у нас пост составляет 48 дней даже, не 40 дней, 40 дней. То есть 40 дней это те 40 дней, которые Иисус Христос в пустыне, да, у него 40 дней он постился перед этим самым, а потом добавляется ещё 2 дня и ещё неделя. Ну хорошо, а диетология, что можно сказать по поводу Великого поста и воздержаний от тех или иных... Диетология говорит о том, что резкие изменения в предпочтениях ведут, к сожалению, к плохим последствиям. То есть организм, который питается традиционно, переходит на нетрадиционную еду и возникают, очень часто обостряют заболевания, хронические заболевания. То есть люди начинают отказываться от привычных продуктов, начинают употреблять непривычные. А у нас продукты перевариваются только потому, что есть ферменты, которые обрабатывают эти продукты, непривычные. Ну нет таких ферментов в организме, они не переварятся. Человек испытывает мало того, что не получает полноценное питание, он испытывает ещё и психологические тоже сложности. Вы как диетолог, как врач посоветуете тем, кто вот с сегодняшнего дня тоже, возможно, уже изменил свой режим и рацион питания с обычного на постный. Есть ли какие-то советы, как это сделать безболезненно для организма? Можно отказаться от продуктов, рафинированных продуктов, которые часто встречаются в нашем питании. То есть это хлебобулочные изделия, к примеру, очень хорошие. Заменить их кашами, да? У нас очень много разных крупных каш. Если мы будем вместо углевода употреблять, как раз вместо хлеба, в качестве углевода будем брать различные каши, то польза для здоровья будет, и организм не будет обыделён теми питательными веществами, которые должен получать в течение всего этого поста. Если мы заменим мясо орехами, семечками даже в какой-то степени тоже, ну... Спасибо большое за эти ценные советы, ваши аплодисменты. Друзья, ну а мы продолжим наш эфир. Вчера, как уже неоднократно было сегодня сказано, было ещё и прощённое воскресенье. Что можно сказать об этой традиции и о традиции просить прощения? Откуда она пошла? И что об этом думают современные психологи? Буквально об этом не только. Сразу после небольшой рекламы не переключайтесь. Итак, друзья, мы продолжаем эта программа «Добрый вечер, Гомель». Масленицы поговорили о постной неделе, о постном периоде поговорили. Осталось разобраться ещё только с таким моментом, за что же мы друг у друга в эти дни просим прощения. Если с историей этой традиции всё более-менее понятно, то давайте узнаем, как же эта традиция работает в нашем современном мире в 21 веке. Я с огромным удовольствием спешу пригласить в мою студию, в эту студию, в студию «Доброго вечера» старшего преподавателя кафедры психологии ГГУ имени Франциска Скорена Степана Станибулу. Степан, здравствуйте. Рад вас видеть. Добрый вечер, Александр. Простите меня, если что не так. Бог простит, как говорят. Так вот, что же такое прощение? Вот я ждал вашего прихода в эту студию, чтобы психологу задать этот вопрос. Это очень интересный процесс. Мы вот сегодня затрагивали тему ритуалов. На самом деле, вот ритуалы, помимо, скажем так, такой культурной функции, выполняют очень сильную психологическую функцию. На самом деле, вот как в определенных племенах, культурах мужчина понимал, что он мужчина? Он проходил определенный ритуал, где ему, не знаю, ему выкалывали на конку, давали там коня в других культурах, где-то ему называли его новым именем, ну вот и так далее. Прощенное воскресенье, оно встречается, вот я специально посмотрел, изучил этот вопрос, во многих культурах, у ацтеков, у майя были такие ритуалы, которые позволяли людям разрешать те конфликты, которые у них были, позволяли им завершать отношения. И вот это многочисленное эмоциональное напряжение заканчивать, завершать. Так вот, как-то так. Это о внутренней, глубинной потребности каждого человека в гармонизации психических процессов. Ведь, по большому счету, когда мы кого-то не простили, идти дальше нам невозможно. Я видел огромное количество семей, людей, которые, вот, например, там, после развода, 15 лет прошло, удивительно, 16, но супруга или супруг не простили своего партнера, и они эмоционально, уже не живя вместе, остаются в этих отношениях. Удивительно. А вот что же такое прощение? Это же не просто. Для некоторых просто сказать фразу «прости меня, пожалуйста» составляет огромный труд. В то же время мы подходим к совершенно незнакомым людям и, извините, вы не подскажете, как пройти вот куда-то. Здесь есть ли какая-то разница и... Ну, понимаете, да, вот для меня, как бы, вот очень важно, делаем ли мы это формально, просим прощения, или мы это делаем с глубоким осознаванием, да, с принятием того, что когда-то я делал что-то не так, я принес какие-то огорчения этому человеку. И вот как-то так, вот насколько это вот по-настоящему или это формально? И когда это соприкасается с глубинным аспектом переживания человека, то есть он прощается, да, вот происходит этот момент прощения, то тут у него возникает большой шанс, большой шанс идти дальше, идти в другие отношения, прощаться с теми или иными людьми, кто в их жизни уже не так важен, актуален и с кем они уже этот период прожили. Скажите, а что наиболее важно, уметь попросить прощения или уметь простить? Хороший такой вопрос. Ну, мне кажется, и то, и другое важно. Важно как-то, вот для меня, главное, вот как для специалиста, вот понимать, что вот, да, вот что я делал что-то не так, у меня есть это ощущение, и я иду к человеку, прошу прощения, и как-то вот, ну, как будто какой-то, скажем так, какую-то часть вот этой вот книжечки, страничку переворачиваю и иду дальше. И у меня есть шанс с этим человеком уже начать какие-то новые отношения. Что-то уже пойдет как-то по-другому. Насколько важно уметь прощать? Важно. Я говорю, вот именно прощение и способность прощать, да, она вот очень сильно завязана, коррелируется с этим вот моментом идти. Вот на самом деле для меня вот жить и прощать, это как-то вот об одном и том же. То есть вот если я умею прощать, значит, я могу идти по жизни вперед. Вот как-то так. Ох, вы знаете, ограничены мы все-таки временными пространствами. Прямой эфир, конечно, имеет свои особенности заканчиваться. И вы знаете, например, я сегодня, и как и наши зрители, узнал очень многое. Узнал, например, прекрасный рецепт масленичных блинов с корицей от группы Банж Вирба. Узнал очень много интересных ритуалов, что же происходило с нашими предками много десятилетий, столетий в эти вот масленичные и в эти дни прощенного воскресения и масленицы. С гастрономической и медицинской точки зрения тоже множество полезной информации. Буквально несколько мгновений у нас остается, что можно в эти замечательные дни. Вчера был великий праздник, сегодня начинается великий период. И вот, как я уже сказал в начале эфира, понедельник может быть и не таким тяжелым, как его принято считать. Хотелось бы от каждого из вас услышать какие-то небольшие пожелания на пустырь тем, кто сейчас нас смотрит. Не соромиться. Коли навод нечто стремливое, усеровно. Коли ты покрыл дюкогусти, подойди, попроси пробачения. А самое цикавое, что треба напевно корыстацца тым вось правилам, якое было с глубокой народной мудрастей. Колисти просили пробачения не только у господара, який сядзел на покуте, усе сыны, браты, жанчины, дочки. Але и сам господар потом кланялся низко до земли и во усих своих семейников так само просил пробачения. А гэта очищение, гэта просветленность, гэта духовность, гэта нечто тое высокое, акое повинно нас еднать людей, які живут на земле. Спасибо вам большое за эти пожелания, Степан. А я вот хочу пожелать, на самом деле, вот как-то прислушаться к себе. И вот если вы потеряли вкус к жизни, вот попробуйте вспомнить, с кем у вас еще конфликт, кого вы еще не простили, найти этого человека, попросить у него прощения и начать жить заново. Заново. Великолепно, друзья. Что же с гастрономической точки зрения? С гастрономической точки зрения я хочу вам пожелать, чтобы еда, которую вы едите, приносила вам не только удовольствие и радость, а и была полезной для вас. Эти аплодисменты вам, мои уважаемые гости. Но и это еще не все в нашей сегодняшней программе. Следующая композиция, о которой я бы хотел немножко узнать больше, называется «Она и груша». Митя, расскажи, пожалуйста, что за композиция из репертуара группы «Банж Вирба». Ну, это... Это песня из обряда в аджении похваний стрелы. Обряд этот праздновался на 40-й день после Пасхи. Ушесть еще называется. Ну, конечно, уже обработанная. Вот такой современной обработки вы ее сейчас услышите. Итак, друзья, эти аплодисменты вам. Ну, а мне же остается напомнить, что этот добрый вечер заканчивается, но завтра будет еще один добрый вечер. Он, безусловно, будет добрым. Банж Вирба завершает сегодняшнюю программу. Ну, а завтра, завтра включайте снова нас на телеканале «Беларусь-4 Гомель». «Беларусь-4 Гомель» «Беларусь-4 Гомель» «Беларусь-4 Гомель» «Беларусь-4 Гомель» Подгрошаю нерухомая, застаканная, зарученная. Подгрошаю нерухомая, застаканная, зарученная. Ничто к тележку не приступится, лохевую люлью не приступится. Приступила вся старобобочка, лохевую люлью старобобочка. Подгрошаю нерухомая, застаканная, зарученная. Затаканная. Затаканная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Злоны, звоночки, Зазвонились я, Звери дверочки, Растворились я Злоны, звоночки Зазвонились я, Звонки, звоночки Зазвонились я. Медведь не начнешь, распавелись я. Субтитры создавал DimaTorzok